Это, наверное, оба-на, это вы слышали сток перекладины. Едем прямо по путям, тупельгиз говорит сюда. Мы такие смотрим, мостовая, трамваи. Подглянуть в чашу великого стадиона Кубань. Интернет, он, конечно, он ничего не помнит. Всем салют, друзья. Говорит и показывает Краснодар. Мы на Кубане. Мы приехали посмотреть музей кубанского футбола на стадионе Кубань. И, может быть, мы немножко сможем подглянуть в чашу великого стадиона Кубань, который не так давно принимал международный матч сборной России и США. К сожалению, в наши дни на Кубане не играет футбольный клуб Кубань. Буквально не так давно Кубань играла с Новосибирской Сибирью. Но это все прошло без нас. Но прежде чем мы начнем... Мы просим вас поставить лайки. Вам это ничего не стоит. А для нас это большая награда. На этом стадионе я был целых два раза. Это было больше, чем 10 лет назад. Один раз я здесь проходил мимо. И здесь буквально в тот день играла Томская Томь. Если еще помните такой футбольный клуб. Да, именно здесь они сыграли свой матч. Они тогда выиграли Кубань. И после этого дня они не могли забить в премьер-лиге больше, чем 1115 минут. А второй раз я оказался на этом стадионе, когда играли команды Краснодар. Да, тогда Краснодар еще не имел своего стадиона. И они гостили у своих соседей Кубани. Здесь Краснодар принимал крылья советов. И здесь состоялся прощальный матч великого известного футболиста Евгения Савина. Более известного футбольного блогера как Красава. У нас есть телеграм-канал, где мы публикуем футбольные истории, очевидцами которых стали. Проводим разные активности, в том числе розыгрыши призов. А также анонсируем выход новых роликов. Подписывайтесь на наш канал, если хотите первыми узнавать о новой движухе. Ссылка есть в описании. На территории стадиона Кубань есть замечательный центр плавания. Собственно, как мы с вами видели вместе в Уфе. Рядом с футбольным стадионом есть бассейн. Многие стадионы называются теперь не просто стадионами, а спортивными центрами. Что в принципе круто. И это идет на пользу не только футболистам, но и всем местным спортсменам. И да, вы правильно подметили. На территории стадиона мы ходим вместе с дубольгисом, который нам подсказывает, как быстрее попасть именно туда, куда нам надо. Но чтобы вы понимали, этот стадион настолько старый, настолько большой, настолько красивый, что есть здесь специальная территория для того, чтобы болельщики могли оставить свои автомобили. А если бы мы знали, мы же не местные. Едем прямо по путям, дубольгис говорит сюда. Мы такие смотрим, мостовая, трамвай. А тут ребята едут. Едут на встречу. И мы едем. Мам, дорогая. Прямо по путям. Прямо плавно поворачиваем по путям. Вот это вам и Краснодар. Здравствуйте, приехали. Едем прямо по трамвайным путям. Обалдеть. Обалдеть. Ребята, что творится? Да, есть. Прямо там местного? Да, есть здесь кассы. Есть здесь какое-то запасное мини-поле. У этого мини-поле даже есть табло. Пройдите через калитку. Да, слышали? Как нам нужно идти? Воротки здесь желтого цвета. Цвета клуба. Это, наверное... Оба-на! Это вы слышали сток перекладины. Это была перекладина. Так, ну да, в чашу стадиона мы не попадем. Но зато мы подходим к нужному. Ура! Дубольгис нас привел. Главное, чтобы там была открытая дверь. Дядюшка, который хозяин этой комнаты, мы ему успели заранее позвонить и согласовали с ним встречу примерно часа на три. И мы надеемся, что мы сюда придем не к закрытой двери. Между прочим, футбольный клуб Кубань неоднократный финалист Кубка России по футболу. Такая маленькая комнатка, трофейная. Да, тут кондиционеры работают. Здесь как бы плюс и минус маленький получается для нас. Вот, что стадион у нас по-настоящему живой. Здесь очень много школ. И как бы, вот, мы со всеми соседствуем. И сейчас чуть-чуть у нас уменьшилось помещение для запасников музея. Поэтому мы вынужденно сейчас сюда перенесли. Вот, пока некуда деть. Вот, у нас есть еще одна комната, где еще больше. Все, то есть наш музей вмещает только то, что позволяет здесь помещение. На самом деле намного больше. И могли бы, в принципе, по каждому десятилетию истории Кубани, кубанского футбола, сделать вот такой комнате. Вот, и, собственно, есть стадионы, которые принимают игры, да, которые сыграли раз в две недели, потом стоят закрытые, все. У нас же стадион по-настоящему живой. Здесь огромное количество спортивных школ, как руководства, так и непосредственно занятий, тренировок. То есть по различным видам спорта. Это и акробатика, гимнастика, борьба, футбол, велоспорт, гонбол. Рыгбисты здесь занимаются периодически, но не на поле, а в тренажерных залах, пауэрлифтинг, паралимпийцы. То есть это настоящий город спорта, стадион Кубани. Это только те, которые на скидку, вспомнив, назвал. Поэтому здесь вот, когда приходишь, совершенно другая аура. Это стадион живой, здесь постоянно занимающийся, много детей. Многие не знают, наверное, могут навстречу идти и бывшие олимпийские чемпионы, да, бывших, непонятно, олимпийские чемпионы, которые сейчас уже на каких-то руководящих... Завершили карьеру. Да. То есть стадион Кубани это уникальное явление. И вот, в частности, на стадионе Кубани наш музей. Наш музей, он вообще первый футбольный музей в стране, насколько мы знаем. Потому что тема эта до сих пор, я так считаю, нераскрытая в нашей стране, да, сейчас минимум даже очень прославленных клубов имеют свои музеи. Как мы судим то, что у нас первый спортивный, то есть первый футбольный? Ну, мы знаем, что были спортивные музеи, при них были футбольные экспозиции. Но вот интересно то, что наш музей был с 2005 года сначала на базе клуба, и потом с 2010 года уже здесь. К нам уже приходила тогда и команда, и все, и все. И при этом в 2011 году московский локомотив объявляет у себя на сайте, что открылся у них музей, и они называют себя первый музей. Но мы, конечно, не в обиде, потому что, опять же, тема не раскрыта. Дело энтузиастов, и только потом уже начали говорить о создании музея Спартака, Зенита, ЦСКА. Долгие годы хочет открыть Ростов свой музей. Ну, по-моему, насколько знаю, по крайней мере, я, он еще не открыт. Поэтому вот здесь у нас такой маленький музей. Имеется в виду музей клуба или просто музей футбола? Вообще у нас, я бы так сказал, у нас музей футбола равно музей клуба. Потому что самый старый коллектив региона, который старше региона, это Кубань. То есть мы сейчас не берем здесь историю о Кубани до банкротства, история после банкротства. Здесь каждый сам себе дает ответ на вопрос, он считает преемственность, не считает преемственность. То есть преемственность, она может быть только духовной, потому что, конечно, юридической ее нет, как бы так скажем. Она духовная. Кто-то считает, что это продолжитель, не продолжитель. Опять же, Кубани 95 лет было бы, если мы берем всю историю. 95 лет. Она была создана в 28-м году. Региону меньше лет. Он создан в 37-м году, в привычных границах. То есть это уникальное явление, когда получается футбольная команда, она старше региона современного. Хотя, конечно, мы понимаем, что Кубань заселена казаками в конце 18-го века, но, тем не менее, это был другой регион, несколько других очертаний, в других границах. Опять же, если мы берем Кубань, вот в этом году 96 лет, а кубанскому футболу в этом году 112 лет. То есть зазор, он маленький, и относительно времени, чем дальше, тем он становится меньше относительно друг друга. То есть когда-то это было, может быть, 100%, потом 20-30%, сейчас это малюсенький зазор. И, соответственно, Кубань, она не воспринималась, наверное, в крае зачастую, как команда одна из. Это была команда главная. И команда пополнялась за счет воспитанников городского, краевого футбола в большинстве. И когда она забирала откуда-то игроков, это не было забрать, украсть, вытащить. Нет, это было как раз-таки большой гордостью, то, что они делегировали эту команду. То есть к ней относились чуть ли не как сборные. Это наша настоящая была кубанская народная команда. И она так и оставалась, и продолжалась, пускай она сейчас маленькая, можно сказать, даже очень маленькая относительно когда-то времен посещаемость. Но, тем не менее, бывали разные периоды. Бывало и начало 90-х, когда на стадион вообще приходило по 200 человек. И это при том, что команда играла в высшей лиге страны. То есть как сейчас премьер-лига, да? То есть получается сейчас и не так плохо. Поэтому времена сменяются. Времена сменяются, а кубани она была, есть. И как наш тренер когда-то сказал, она будет, да? То есть пора вами. И, собственно, на этой направлении. И опять же, люди, они как раз таки, да, так и говорят, что вот у меня дед ходил на кубани, ходил. Отец ходил, ходил. Я хожу, да. То есть мы из поколения тех людей, которые, то есть у друзей могут быть лучше родителей. Но это их родители нам все равно дадим. У нас есть наша родитель. У нас есть наша семья. Она может быть там не самая успешная, да? Мы играем сейчас как бы во второй лиге, да, в золоте. Вот. Мы не в премьер-лиге. Но тем не менее это наша кубань. То есть и на основании того, что она наша, она лучшая для нас. То есть это как маленький патриотизм. Из маленького патриотизма рождается больше. Не надо бегать за чем-то более успешным. Потому что лучшее это мое. Да? То есть вот, как скажем, Родители. Ты не будешь искать лучше родителей. Потому что у тебя есть просто свои. И все. Вот наша родительница, она кубань. Она кубань. Это наш регион, наша малая родина. Это наша кубань, футбольная команда. То есть для нас, соответственно, футбол это кубань. Кубань это футбол. Два неотделимых. Вот. То есть, ну, честно говоря, футбол ты остальной смотришь. Ну, ты его смотришь, как сказать, ну, как учебное пособие. Ты какое-то удовольствие получаешь, да, там, чемпионат Европы, чемпионат мира, еврокубки какие-то, все, да, даже премьер-лигу нашу. Какое-то ты получаешь удовольствие, там, от исполнительского мастерства. Но именно с какой-то любовью, преданностью ты смотришь, вот, как родители умиляются на детей, да. Казалось бы, ну, маленький, плачущий, то есть все, родители смотрят и умиляются. Здесь то же самое. Это наша кубань. И история, она, собственно, так и начинается. У нас, опять же, я говорю, маленькое помещение, потому что мы не можем вместить, к сожалению, все, что у нас есть, потому что у нас, к сожалению, нет сейчас достаточного помещения для запасников музея. Запасники, вы имеете в виду экспонаты? Да, да, да. Ну, то есть, у каждого музея, у них же не все выставлено, что есть, да. Есть запасники, есть комнаты, где хранится остальная часть, когда-то обновляется экспозиция. Вот у нас такие были. Но, к сожалению, сейчас у нас уменьшилось это помещение, и, соответственно, самое дорогое мы принесли сюда, то, что нужно сохранить такое. Есть еще большая комната, где не столь ответственные для хранения экспонаты. Но, скажем так, что вот кубки, да, они в большей степени здесь. Хотя и все кубки мы не можем выставить. Потому что, ну, есть две причины. Первая, какие-то утрачены по определенным причинам, что когда-то они были переходящие, остались у других команд. Когда-то они были утеряны в советский период, когда, может быть, команда переходила из общества в общество. Может быть, такое кто-то и себе забрал при каких-то переездах. Разное могло быть. А какие-то кубки, то есть, например, ветеранские. Наши ветераны многократные чемпионы страны. В год было по несколько турниров. Вот они у нас тоже лежат в отдельном помещении. Опять же, есть вымпелы, когда капитаны команды обмениваются. Они тоже у нас отдельно. Часть вывешена в соседней комнате, а часть убрана. То же самое касается футболок, шарфов. То есть, так скажем, коммерческой жизнедеятельности клуба. Хотя, какая она коммерческая, с одной стороны, если это применят коллекционирование. И здесь уже, а то, что коллекционировано, это музей. Соответственно, много-много-много тем для коллекционирования. Это программки, билеты, шарфы, футболки. Что угодно, да. Значки. И, ну, то, что представлено здесь, это личные вещи ветеранов. Это то, что было в обиходе. Это то, что нам дали в безвозвездное пользование, для того, чтобы люди посмотреть. Даже мы, если возьмем первые годы футбола Екатериндарского и Кубанского, да, это вот 1912 год, когда сыграли первый официальный междугородний матч команды Ахиллеса из Екатериндара, Олимпия из Новороссийска. Были такие, скажем, пионеры, наиболее видные члены футбольного движения Екатериндара, да, то есть настоящее имя города. И братья Аракеловы, братья Грамматикат. И вот, в частности, Яков Аракелов, справа портрет. Вот. Вот здесь мы видим афиши 1914 года. И на них в уголке там есть маленький штампик библиотека Аракеловых. То есть люди, наверное, даже не отдавая себе в том отчет, работали не только на то, чтобы новый вид спорта появился и развился на Кубане, но и на его сохранение для потомков. То, как это было, как создавалась эта история, да. То есть и здесь сейчас то же самое. Мы не можем, как бы, кто-то скажет, это накопительство, вы собираете хлам, все, все, все. Но вот кому нужны были эти афиши сто лет назад? Кому? Ну, хлам, ну, размокли под дождем, новые напечатаем, каждую неделю новый матч, все, все. А как мы сейчас смотрим на эти афиши? Поэтому надо ко всему относиться бережно, да. Понятно, что всего не соберешь, надо к этому стремиться. И вот такое сейчас бытует мнение и у состоятельных людей, и у разных людей, разных слоев общества, что, а зачем это нам можно посмотреть в интернете? Да, интернет, он, конечно, он ничего не помнит. Вот я скажу, в нем есть все и ничего, да. Это мы можем сравнить с чем? У вас есть карта, вы идете по ней, вы находите. У вас нет карты, и перед вами все это помойка, где все вот так вот, если вы не знаете, что вы ищете, не знаете каких-то примеров, вы ничего в интернете не найдете. Многократные примеры, даже 20-30 летней давности, результаты матчей находятся с трудом. Почему? Почему? Лига перешла из одной юрисдикции в другую, сайт закрыт, и результатов официальных не сохранено. А это было 20-30 лет назад. То есть это наша жизнь, совсем недавно, по сути детства, да. То есть, а что мы берем 40 лет назад, 50 лет назад? Восстановить очень сложно. А практически невозможно. Вот. И если мы берем еще дальше, то тоже в интернете, да. То есть в интернете мы можем где-то что-то посмотреть, поинтересоваться. Большинство находится вообще в архивах. И только личным трудом ты можешь оттуда это восстановить. А чего мы никогда не сможем посмотреть в интернете, это настоящих материальных свидетельств. Мы можем увидеть максимум фотографий. Здесь же мы можем посмотреть, вот они, кубки, да. Но есть разница, когда ты увидел фотографию кубка Лиги Чемпионов, и когда ты увидел настоящий, да. Но это же огромная разница. Соответственно, медали, ленты вот эти чемпионские. Наша команда, это универсальный пример, за период советской истории, а она была основана здесь в лагере, висят в спортивном качестве, это не потому, что мы просто захотели повесить что-то. Команда Кубань была основана как Динамо Краснодар. Потом перешла в 54-м году в юрисдикцию общества нефтяник, и, соответственно, сменилось название на нефтяник Краснодар. Потом нефтяник вливается в общество труд, и тогда команда в 58-м году, по идее, должна была называться труд. Но таких команд с одним названием было много. И наши решили, что команда будет в общество труд, а называться она будет Кубань. Это впервые, как раз таки, в 58-м год, команда называется Кубанью. И так было до 60-го года, когда ее опять же передают в общество Спартак. Соответственно, меняется название Спартак Краснодар. Интересно, что в Спартаке мы были все 60-е годы, но с 63-го года возвращается имя Кубань. То есть команда Кубань в красно-белой форме выходит, играет. Потом команда переходит в общество урожая. 71-й год, казалось бы, аграрный регион, все-все-все. И, конечно, она переходит в общество урожай, которое много внимания уделяло спорту, и от отсюда желто-зеленые цвета. Но желто-зеленые цвета, опять же, приверженность цветам, да. Красно-белый, это Спартак, Динамо, они играли в такой форме, все. А команды на периферии, они играли в форме того цвета, который доставали. Просто вот у тебя или есть форма, или ее нет. И какая она есть, такая и есть, все. И Кубань, она, несмотря на то, что в обществе с желто-зелеными цветами, она зачастую играла в совершенно различной форме по цветам. Потом, опять же, с 63-го года имя не менялось. Только после банкротства уже команда была урожай, потом стала она Кубанем. Но, опять же, говорю, то есть есть юридические аспекты, и преемником назвать ее, не назвать, может только сам болельщик. Юридически нет, а в душе, да, кто как скажет. Вот, поэтому сейчас даже есть две Кубани. Есть общество фанатов, которые создали Крово Кубань, и они выкупили последнюю эмблему клуба. А есть Кубань футбольный клуб, ПФК Кубань, да? То есть, но здесь, опять же, каждый сам себе отвечает. Вот, кто-то из ветеранов сказал, для меня главное то, что в профессиональном футболе выступает команда Кубань. Поэтому я ее олицетворяю с той Кубань. Вот. Здесь, опять же, многие ветераны. И вот я начал такое с ремарки, вот это, по истории наших обществ. А Кубань была 400 чемпионом РСФСР. Вот, 48-й год, практически все фронтовики, ветераны войны, бывшие, вернулись после сражений, ранений, восстановились, и продолжили играть в любимый футбол. Самый старший из игроков, Ковалев, 36 лет ему сделали, остальным плюс-минус 30 лет. И эта команда, Динамо-Краснодар, становится чемпионом РСФСР. Причем, что интересно, первый чемпионат среди команд клубных, до этого, как правило, играли сборные регионов. Вот, здесь клубные команды были. Была, как вот сейчас, второй дивизион, да, зональные соревнования по стране. Победители зон съезжались на финальную пуйку. Она зачастую игралась на юге, тогда тоже в Краснодаре было. И стали чемпионами. Вот. Также мы становились чемпионами еще в 62-м году, в 73-м и в 77-м году. В зависимости, как реформировался наш футбол, это была победа в первой или во второй лиге. Вот, соответственно, 62-й год, это уже на стадионе Кубани, его открыли в конце 60-го, Спартак-Краснодар становится чемпионом РСФСР. Команда должна выходить в класс А, как тогда называлась высшая лига Советского Союза. Но, к сожалению, на следующий год реформируют, делают вторую группу класса А. Это бывшая, как бы, вот, где мы играем. Но, если до этого были соревнования зональные, то тут уже сделали, этот турнир стал всесоюзным. Вот. И, соответственно, наша команда, где была, по сути, там и осталась. Конечно, было и огромное разочарование. Вот очень интересно, опять же, два игрока в этом составе. Ну, конечно, каждый человек по-своему интересен, но двоих отмечу особенно. Это Будаков Владимир Сурович и Хамзав Булханович Багаков. Вот они оба приезжие, но так и на всю жизнь остались на Кубани. Всю свою жизнь посвятили кубанскому спорту и футболу. И Будаков в 73-м году, буквально два года закончив карьеру игрока, команду приводит к чемпионству как тренер. А потом, через несколько лет, его зовут создавать и возглавлять школу Ганбола, знаменитая наша школа, которая многих олимпийских чемпионов воспитала. И руководил он ей почти что 40 лет. А Хамзав Булханович Багаков, у него, кстати, сын 60-го года рождения, с 17-ти лет начал играть за Кубань, потом играл за Черноморец Одесский, играл за крылья Советов. В составе Одесского Черноморца на Сантьяго Бернабеу Реалу забивал, а начинал с Кубани. А отец здесь чемпион как игрок в 62-м. А в 87-м году команду привел к чемпионству как тренер. И опять же сына тогда позвал в команду укрепить, усилить, чтобы решить задачу возвращения в первую лигу. И команда тогда стала чемпионом. И выходила в первую лигу, возвращалась. То есть такие вот династии. Много у нас таких династий. Вот, да. То есть Игорь Николаевич Ковалев сам из Тбилиси. Александр Михайлович, Анатолий Михайлович Миронов из Баку. Ну вот поразительно. Они приехали, казалось бы, да. Ну приехали, отработали, уехали. Они приехали, настолько здесь полюбились, настолько полюбили это место, что потом на всю жизнь остались. Своими здесь. Да, да. Вот. То есть место у нас притягательное, конечно. Кто-то сейчас сюда едет из-за погодных условий, кто-то из-за чего-то. Вот все. Кто-то говорит, что на Кубане у людей плохой характер. Он не плохой, не хороший. Кого сказать, что у кого-то хороший характер? Вот поездишь, все, что новое, непривычное, воспринимается как зачастую плохое. Вот. Соответственно, здесь кто приехал, вы сюда приехали, становитесь кубанцами. Да, как казаки когда-то пришли 200 лет назад, потом другие люди, другие. И кто приезжает с мыслью, то, что мы сюда приехали, мы кубанцы, да, для тех все хорошо. И вот одним из таких кубанцев стал волею судьбы, вот как раз-таки последний, который был в живых, два года нет уже с нами, Анатолий Иосифович Жуковский. Это вот человек, про которого можно спокойно снимать фильм, экранизацию такую, да, вот сейчас, патриотическую. И не только патриотическую, она будет невероятно интересная. То есть он, мальчишка, едет в Ленинграде на тренировку по футболу, и из ретрансляторов объявляют, началась война. Возвращается домой, его с сестрами собирают, отправляют в эвакуацию, детей вывозили. В эвакуации его научили работать на оборудовании, столярить, все. Потом он бежал из эвакуации, сестер оставил, вернулся в блокадный город, работал, приходит повестка, оставил производство в эвакуации. Его посадили, слушание через месяц, месяц в тюрьме просидел, освободили, оправдали. Уже забирают на фронт. Забирают на фронт, снимают блокаду Ленинграда, первое ранение. Вылечили дальше с войсками. Второе ранение под Кёнигсбергом. Оттуда его уже отправили на лечение, потом в учебную часть. Закончилась война. Начал, говорит, я чувствую, хожу, вот это, ездишь и профессии, в вооруженных силах остался. Уже так стал толстеть, начал заниматься с нового футбола. Попал в сборную вооруженных сил, стал, по-моему, новосибирским окружным домом офицером, чемпионом вооруженных сил. Потом в Волгоградской команде играл. И с волгоградцами приезжают сюда, это начало 50-х. И он, им объявляется, на следующий год команда будет расформирована, Волгоградская. Он в наше «Динамо» спрашивает, нужен ли я вам, возьмете ли. Его берут сразу. Он играет, успешно играет, игрок основного состава. И тут его берут на просмотр в «Динамо Москва». Ну это, я не знаю, как сейчас бы куда-нибудь в Европу в топ-клуб взяли. То есть, предел мечтания. Он проходит с ними сборы, и его берут. Он говорит, а я поразмыслил так, думаю, а зачем ему не надо? Да, то есть, вот, говорит, денег мне хватает, мне сейчас квартиру дадут, жена беременна, сейчас ребенок родится. И главное, говорит, в этом «Динамо» Краснодарском игрок основного состава. А там мне надо играть, пробиваться, что-то это все. А вдруг я не пробьюсь, а мне играть хочется. Лет уже к 30, а тогда в это время уже заканчивали. И я здесь остался. Так человек потом закончил с футболом, играл в любительский футбол, работая на заводе измерительных приборов. На заводе работал, человек был с золотые руки, рассказывал, как они первые в городе компьютеры налажили работу, которые еще на перфокартах, говорит, нам выделили 120 квадратных метров для них. Потом работал, как сказать, увлекся бильярдом, делал бильярдные столы. То есть, человек эпоха. И все помнил до самой смерти, до 96 лет, он все рассказывал, как они с кем играли всю свою жизнь. А Кубань, вот она, 60-е годы, 73-й год, чемпион РССР. Тогда вот опять же, мы возвращаемся из второй лиги в первую. Потом, чуть позже еще, вот, 79-й год, один из уникальных составов нашей команды. Со второго места мы выходим в высшую лигу Советского Союза. И если в 62-м году мы вышли и нам не дали там играть, то здесь уже ничего не могло помешать, мы играли. И по этому поводу строить второй ярус стадиона, причем, вот сейчас сколько стадиона строят, да? А тогда, по сути, реконструкция была такая, что практически это был новый стадион. А построили его за полгода. Стадион стал вмещать в 42 тысячи. И уникальность, опять же, результата, ну, первое. За весь советский период истории лишь несколько команд, представляющих регион РССР, выходили в высшую лигу. Это раз. А второе, то, что здесь состав порядка 16-17 человек решил задачу 46 матчей и выйти в высшую лигу Советского Союза. И опять же, что такое выйти в высшую лигу Советского Союза? Ну, сейчас выйти в премьер-лигу команды тоже выходят, да. Но высшая лига Советского Союза, это как сейчас лига чемпионов какая-то. Каждая команда соперника, практически сборная республика. Динамо-Киев, Динамо-Тбилиси, Арарат-Ереван-Левчи-Баку, Динамо-Минск. Сколько таких команд? И ты выходишь против лучших. То есть, понятно, что и Кубань туда вошла, играла там 3 года. Можно сказать успешно, можно сказать неуспешно. Самый высший показатель 13-е место в 81-м году, да. Но 13-е место среди лучших абсолютно. Это с одной стороны. С другой стороны, в тот год, когда мы вылетели из высшей лиги Союза, мы в середине сезона шли в районе 6-го места. То есть, все было по силам. Но не сложилось. И опять же, Кубани тогда играл Юрий Пауссёмин. И интересно, что в Кубани он начинал и тренировать. То есть, знаменитый Юрий Пауссёмин, который известный, да. Вот как раз-таки он играл в Кубани. Множество, множество таких династий. Впоследствии в 60-е, 70-е у нас играл Евгений Николаевич Бузникин, его сын Максим Бузникин, знаменитый футболист. Шестикратный чемпион страны в Спартаке, Локомотиве. Он тоже наш воспитанник. Дмитрий Хохлов, которому не получилось играть в Кубани. Но он наш воспитанник. И мы это часто помним. Мы помним даже то, что Никита Павлович Симонян, да, вице-президент Российского футбольного союза, он родился в Армавире. Он, кстати, бывал в этом нашем музее, маленьком. Но, тем не менее, здесь были Никита Павлович Симонян, Гаврилов, Хидиатуллин, Гаджи Гаджиев. Очень многие знаменитые люди. Роберто Розетти. То есть, да, они были восхищены этим маленьким в нашем музее. Маленьким, уютным, надеющимся на большее. Да, то, что у нас появятся большие запасники, и будет большая экспозиция сама. Вот. И опять же, разговаривать здесь можно много. Рассказывать можно много. Каждый человек уже сам по себе эпоха. А сами вот эти эпохи футбольные, они, конечно... Но это опять же, вот с чего я начинал. Это наша футбольная команда. Когда ты рассказываешь про свою семью, им нужно говорить много. Если бы это была просто работа, ну, отработали, разделались, разошлись. А так, это вот наше такое. Можете посмотреть. Вот еще. У нас здесь такой кусочек для детей мы сделали, когда детям нечего заняться. Вот они собирают такие кубики. Все. Опять же, вот первый матч футбольный, Екатерина Андаря, о котором я рассказывал, он состоялся на плацу Самурского полка. Это сейчас кадетское училище. До этого было ракетное училище. Угол северно-аэродромный. И вот когда-то, в 90-е годы, нам подарили оттуда военные. Вот такой вот артефакт. Вот. Надежно, как гранит, как молния быстра. Кубань футбольная. Мы ракетный щит с тобой навсегда. То есть, как раз-таки, в подтверждении тех слов, что 95-й год, очень непростые времена для команды. Команда тогда балансировала 1-я и 2-я лига, 1-я и 2-я лига. Но, тем не менее, люди всегда болели. И появлялись тогда уже частные клубы, частные клубы успешные, которые были выше Кубани. Но, как показала история, время, где они сейчас? Их уже нет. Современное поколение их не знает вообще. Те, кто был тогда ветераном футбола, болельщики, они что-то про них могут сказать. Их нет. А Кубань прошла тяжелые времена, которые были настолько тяжелые, что в 98-м году в заявке клуба в межсезонье оставался один человек. Все разошлись. И появился маленький спонсор, который начал возрождение, которого хватило для того, чтобы команда вышла в 1-ю лигу, начала выигрывать. Потом зашла в премьер-лигу уже, появилась другая поддержка. Вот здесь как раз такие кубки, когда команда выходила в премьер-лигу, когда выходила со второго места, с первого места, ветеранский кубок. А мы, чемпионы по футболу среди ветеранов, за 30 лет 11-ти кратные. То есть, один из наиболее вероятных титулованных клубов. Опять же, за честную игру еще был кубок вместе с командой, но он переходящий. Вот эта скульптура, когда мы играли, первый из краснодарских клубов в Еврокубках, это нам Валенсия подарила. Ну вот, опять же, все упирается в размеры помещения и в те самые запасники. Потому что есть очень много, очень много есть. Но чего мы говорим, да? Если такие гранды российского футбола зачастую не имеют музея, а мы маленький, но очень гордый клуб, у которого есть вот такое вот собрание. Как интересно было вас послушать. Прямо целую такую историю большую рассказали. Очень было приятно у вас оказаться. Мы футбольные блогеры из Сибири. У нас вообще, думаю, мы томичи. У нас, к сожалению, клуб... Полуземляки. Да. У меня папа из Томска. К сожалению, наш футбол сейчас переживает не лучшие времена. У нас сейчас, ну, скажем так, абсолютная глушь. Но я помню, когда ваша Кубань пережила вот это, скажем так, вот это банкротство. Я помню, как у вас болельщики вцепились в клуб, начали возрождать. Там было много прекрасных и людей, и стечения обстоятельств, что в итоге Кубань возродилась. А уж юридически, как это? Ну, та ли это Кубань или нет. Вы правильно подметили, что это именно духом, нутром ты воспринимаешь. Оно это мое или нет. Иду я на стадион, да. Здесь нам надо просто, вот с моей точки зрения, бизнес бизнесом, любовь любовью, да? Есть бизнес, когда вместе с любовью, это уже плохим словом называется. А в Европе, если у них футбол приносит огромные деньги, потому что у них другие зарплаты, у людей, у них это, 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 все. Да, поэтому у них финансовый фэрплей и все. У них футбол приносит деньги. Или это любительский футбол. Когда они прививают вот это все через УЕФА, ФИФА, в чем мы участвуем здесь, это невозможно. У нас люди вкладываются в футбол, потому что они его любят. Поэтому клубы существуют. Если мы говорим, да, то есть должна быть прибыль в любом случае, ну сколько у нас тогда должны стоить билеты на стадион? Сколько у нас тогда должна стоить атрибутика? Нет. И когда вот эти вот все, получается, мы должны, вот правильно люди говорят, некоторые владельцы клубов, а почему я не могу вкладываться, да? Ну вот финансовый фэрплей, то же самое, шейхи, да? Я тоже болею за другие команды, мне нравятся в Европе, некоторые они спонсируют. Но тем не менее, вот у меня, например, есть ребенок. Я его люблю. Я ему хочу что-то купить. Мне говорят, а у соседнего ребенка нет этого. А почему я, соответственно, своему не должен купить, если я его люблю? Я не могу купить всем, я делаю своему. То есть я должен себя ограничивать, потому что у других нет? Это странно. Я хочу так сделать. Они пусть тоже развиваются. Или давайте снизим всем бюджет, чтобы у всех было мало, да? Но было. Мы тоже проходили, но было, да. То есть это утопия. Соответственно, во всем мире разные реалии. И почему мы не можем здесь развиваться вот таким методом? Можем развиваться. И когда футбол ставится во главу угла, то есть деньги, не любовь к игре. Когда здесь, опять же, да, есть долги, есть то, есть все. Ну, соответственно, решайте эти проблемы. Но почему у вас вот из-за вот этого должны клубы страдать, да? Сколько клубов обанкротилось? Сколько все? Почему? Потому что во главу угла ставится там, ну, долг это плохо, хорошо, решайте проблемы другим, а не закрывайте клубы, да? Ну, то есть тогда мы можем вообще дойти, что у нас история футбольная, она прекратится, и будут просто существовать самые состоятельные, у кого деньги есть на все и всегда, и все. К чему мы тогда откатимся? Вот такая история. Потому что, ну, да, надо как-то балансировать, надо наблюдать, а то получается, что у нас банкротство и все. Причем банкротство с запретом называться, там, скажем, Кубанью, да, навсегда. А при чем тут клуб? Ну, есть объективные причины, есть, ну, как, не может быть там виноватых, да? Наверное, есть и виноватые. Ну, и клуб, наверное, если за два года какие-то долги создались, то 90-летняя история клуба, она ни при чем. А вы, получается, расправляетесь с клубом. То есть это, конечно, очень тонкая тема, и юристы они возразят. И я все понимаю. Ну, болельщик все, все... Да, да, да. Вот, к сожалению, так, да. И это был наш поход на стадион Кубань. Мы попали в музей футбольного клуба Кубань. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Не забудьте написать в комментариях, к чей музей футбола нам нужно попасть в следующий раз. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнавать больше из мира футбола. Футбол. Играем. Любовь. Смотрим. Жизнь. Обсуждаем. Всем добра! Смотрим. Смотрим.